Значит, дальше, что касается здоровья. В прошлом году, вот не этот год, а прошлый, мне показывают, идет отметание, скорее всего, это, наверное, либо выкидыш, что-то такое, как бы, должен был быть ребенок, но его нет. Скажите, а если касаемо детей, то, что показывает вам карта, дети в будущем будут? У нее вообще должны быть и дети, у нее должны быть и деньги, и успех. Я вам говорю, что это просто обычное перекрытие, которое никто не снимает, и гнится, и это 3,5-3 года, вот так вот. То есть оно пройдет само по себе? Ну, по-моему, как бы, девушка особо этим не занималась, то есть она более увлечена была вот тем, что надо добиться что-то вот в бумагах каких-то, потом почему-то еще показывают железо. Это, скорее всего, может быть, ай, это руль, черная машина какая-то. Что случилось с машиной еще? С машиной, да, железо. Был тоже удар в семье, была машина, ее угнали. Наша очаровательная героиня, если у вас есть вопросы и к кому-то лично, задавайте их, пожалуйста. Меня интересует, когда, допустим, у меня вот появится хорошая работа, потому что я уже ничего не понимаю, сколько ждать. Вы знаете, я вам хочу сказать, меняйте свою работу, и прям чем быстрее, тем лучше. И не надо бы вот это уверенность, действительно, Юлиана права, что неуверенность у вас прямо зашкаливает. И не бойтесь, если вас не будут брать на работу. Один раз не возьмут, второй раз не возьмут, все равно будет какое-то место, пусть будет небольшая зарплата, даже какая-то стажировка, да, и вы пойдете, как бы, у вас будет уже опыт, и с этого уже начнется, как бы, вы пойдете в гору. Меняйте, у вас вот такая голова, серьезно говорю. Ну, по-моему, ощущение, то есть у вас порода тянется, как бы, не дает реализоваться самой. Ну, по поводу того, вы у вас, я, как бы, не уверена, я считаю, что у вас его нету. А вот, знаете, есть такой тип, как бы, ауры, когда, вот я почему говорю, что у вас просто неуверенность в себе, когда человек сглаживает, скажем так, сам себя, то есть вы себе там какие-то мысли внушаете, и у вас это идет, вам никто ничего не делает, то есть вам именно просто только уверенность в себе, но это уже, я считаю, психологическая проблема. У меня другой вопрос все-таки, который для меня имеет очень большое значение, потому что все-таки я всю жизнь прожила одна, сейчас у меня появился молодой человек, но я в нем все-таки не уверена, хотя у нас сейчас все хорошо, в будущем, мне нужно искать другого, допустим, мужчины, или буду с этим. Какое будущее в последнее? Вы видите, вы опять не уверены, то есть у вас есть человек, он никуда не уходит, никуда не уходит, а вы опять начинаете себе вот эти мысли накручивать, которые могут материализоваться, вам просто это надо от себя стараться как-то отпускать. Я бы сказала, что вы, вы ему соответствуете, а у вас еще вот эти вот стереотипы себе вот сюда забили, типа, что вы старше, на самом деле, сейчас очень актуально, молодые люди любят девушек постарше. Предлагаю перейти к Елене. Есть вопросы более детальные, но в этом можно озвучить как бы один на один только. Я спрошу общий вопрос. Я очень, очень люблю и привыкла и хочу, чтобы все было стабильно, четко, в поставленных рамках. Сейчас у меня этого нет и очень давно. И что сделать, чтобы вернуться к этому? Для того, чтобы в доме оказался порядок, нужно сначала привести свой внутренний мир в порядок. Когда вас тревожат очень многие вопросы, которые не можете сейчас решить, они дают вам покоя. Это вас выводит из равновесия. Ну их же нужно решать. Нужно решать. А как? Конечно. Кроме вас, никто не даст ответ, как его решить. Что вы ответственны за свою судьбу, за свою ребенку, за свою семью. Я поняла, о чем Лена говорит. Она растерялась на этом жизненном отрезке и она как бы попала в нити замкнутый круг. Куда бы она ни пошла, она приходит в одну и ту же точку. Но вы сами это проговорили. Как вернуться назад? А что вы там забыли? Там, назад-то возвращаться. Поэтому вы всегда идете по кругу. Вы прошлое постоянно просматриваете и ищете в нем ошибки. Там не было ошибок. Вы не виноваты. Не виноваты, что сейчас мальчик просто не сам. Вот здесь он, вот здесь. И вы все делаете для него. Каждая участница, которая сегодня здесь стояла и вчера, и позавчера, это подвиг, то, что вы здесь. Вот так выйти на все страны, не зная, сколько нас кто будет видеть, это подвиг, что вы сюда пришли. Я хотел еле на вас, как бы глядя на вас, просматривая вас, вы настолько себя обрекли вот этот бег по кругу, как у белки, да? Что вы даже не успеваете, вы даже не знаете, когда можно надеть туфли на каблуках, сапоги на каблуках. Согласна. Волосы отпустить, линзу, они вам больше подойдут, чем у вас, короткая стрижка. И вот мальчика вашего ни в коем случае не заставляете быть мужчиной. Он уже родился с крантиком. Он уже мужчина. Олеся бы хотела сказать. Ну, собственно, каждая из участников подвела какое-то резюме. На самом деле, в этом конкурсе была я героиней. Я сюда настроена шла, как-то не очень верю во все это, скептически. Но я просто в полном восторге от всего. Меня аж трясет. Вот просто по жизни я такая открытая, радостная. Хочется спросить, почему я всегда такой вопрос? Видимо, судьба вас просто испытывает. Ведет вас к определенной черте, которую вы пытаетесь добиться. Эти цели вы поставили, вы тоже немаленькие. Нам дают по силам. Я это прохожу сама в своей жизни и знаю, что и вам дали по силам. Все сверху. Вы пройдете, и вы прошли достойно. Я вам честно скажу, у меня с вами очень похожая судьба, и я все это прошла. Все то же самое. Но с тем, что у вас, мне кажется, семья такая, ну как бы с мужем все в порядке, как бы вместе. И вот то, что вы вместе, вот эта вот сила, она все возродит. Все возродится. У вас будет все. Спасибо огромное за такие замечательные слова. Я предлагаю проводить наших героических, очаровательных девушек бурными аплодисментами. И в добрый путь. И все у вас теперь будет замечательно, я надеюсь, после нашей передачи. Спасибо вам большое. Сергей достаточно много рассказал о проблемах Ларисы, но не увидел, что больше всех не везет именно Олесе. Марта не ошиблась с выбором героини, но не побаловала нас деталями. Ну а Злата, Екатерина, Владимир и Юлиана блестяще справились с заданием. Далее в программе. Он беспристрастен и объективен, не поддается эмоциям и не знает снисхождения. И он снова раздает метки. Черная маска решает, кто же покинет проект. Кто станет самым слабым звеном по итогам испытаний? Это может решить только тот, кто всегда незримо присутствовал в студии. Именно он придумывал задание, внимательно следил и оценивал работу экстрасенсов. Он вершитель судеб. Черная маска. Снова настал этот сложный момент, когда черная маска у нас в студии и ей снова придется сделать выбор. Непростой выбор не только для нее, но и для нас. Черная маска. Ваш выбор. Но черная маска не любит простых решений. Поэтому метку получат не один, а два экстрасенса. Они набирают по итогам испытаний наименьшее число баллов. Мы благодарим вас. Я попрошу тех, кто получил метки, подойти ко мне. Черная маска продолжает испытывать экстрасенсов. Сейчас им понадобится все мужество. Глядя в глаза тому, кто еще минуту назад стоял рядом, плечом к плечу, боролся на равных, объяснить, почему именно он должен сегодня уйти. Итак, мы помним условие, что мы сейчас способны спасти одного из участников в процессе общего голосования. Ну, как всегда, тяжелый. Я бы даже сказал, это, наверное, самое тяжелое испытание, потому что это задевает человеческие души. Человеческий характер, человеческий нрав, гордость, личность. Я не буду объяснять, почему и как я отдам жетончик, Марта, тебе. Я тебе сегодня рассказал, почему. Я не буду рассказывать на камеру, но ты меня понимаешь. Но у меня рука тянется только к тебе. Я тебе сегодня много отчитывал. Ты помнишь? Ничего личного. Но чтобы это тебе было уроком. Я прошу Злату сделать свой выбор. К сожалению, таковы условия. Да, условия таковы. К сожалению, нам всем это неприятно. Но у меня выбор без выбора, поэтому Марта. Это тебе. Юлиана. Я как бы вот сейчас теряюсь в данный момент. Но я думаю, что я отдам Марте не потому, что я считаю, что вы слабее Сергея, а потому, что мы с вами говорили тоже сегодня. Вы поняли, про что я говорила? Вот. То есть это сейчас просто необходимость. Спасибо вам огромное. Вы всех нас очень заинтриговали, если честно. Екатерина, ваш выбор. Март, я помню, что вы говорили. И я многим, что говорю, советую. Я просто скажу так, что здоровье дороже. Остался мой выбор. Но мне кажется, что мой голос уже вряд ли что решит, поэтому свою метку, ничего личного я отдаю вам. Я сюда пришла просто проверить свои силы. Я считаю, что я сильная. Я способная. А то, что выбрали мои коллеги, да, меня, ну это их право. Я за все это время сумела со всеми подружиться. Сложились очень хорошие отношения. Я всех очень люблю. Вот. И ничего личного совершенно нет. Я благодарна вам. Ребята, спасибо. Еще встретимся. Увидимся. Я не прощаюсь с вами. И знаете, я считаю, что выбор был справедлив, когда коснулась меня черная метка. Что ей не доработалось задание. Мог ответить лучше. И благодарю вас всех за оказанное мне доверие. Спасибо вам большое. Тогда я предлагаю вам присоединиться к нашим участникам и продолжить испытания. Метка возвращается. С уходом Марты некое недоумение в воздухе, потому что ваши речи были достаточно таинственны. И ваш выбор был достаточно единогласен. Вы могли бы это как-то прокомментировать? Несколько дней назад она начала жаловаться, что мне нужно будет уехать, что у меня там домашние проблемы и так далее, и так далее. Я сказала, Марта, ты пришла участвовать. Ты пришла с желанием победить. Ты пришла с желанием дойти до финала. Зачем эти слезы? Вы думаете, это слабость характера? Нет, я не думаю, что это слабость характера. Просто или участвуем, или едем решать свои проблемы. Я не считаю, что Марта слабая, что она слабее или сильнее Сергея. Просто действительно у Марты есть некоторые свои дела. И в данный момент будет лучше, если она будет заниматься ими. Это связано со здоровьем, то, естественно, здоровье на первом месте. Я должна была ей это сказать. У меня все гораздо проще. В моих глазах Сергей сильнее. По моему опыту, которым я работаю и смотрю на людей, для меня однозначно Сергей работник света, поэтому я, конечно, проголосовала за него. Хотела от тебя сказать, что участников становится все меньше и меньше. Вы становитесь нам ближе и ближе, и каждое расставание становится все тяжелее и тяжелее. Я такая, какая есть. Я с детства воспитывалась в такой семье, где была чужда подлость, лицемерие, предательство. Но это, к сожалению, жизнь. И она нас бьет иногда по голове. С детства Марта мечтала о сцене. Она пела всегда и везде. Дома, во дворе, перед соседями и в школе. После 10 класса Марта с первого раза поступает в Ростовское театральное училище. Казалось бы, мечта сбылась, но жизнь распорядилась по-другому. В семье было трудно с деньгами. Марта приняла решение оставить училище. Но о том, что не стала актрисой, жалеет до сих пор. Программа «Тайна жизни» решила осуществить заветную мечту Марты выступить перед большой аудиторией. И предоставила ей площадку для дебюта. А я про все на свете с тобою забываю. И я в любовь, как в море, бросаюсь с головой. А ты такой холодный, как Айсберг в океане. И все твои печали под черною водой. И снова у нас потери, и в этот раз это Марты. Но как она пела! А нас осталось еще пятеро. Так что не переключайтесь, следите за нашей программой. И ровно через неделю мы снова с вами. Это программа «Тайна жизни» «Черная маска». Я ее ведущая Елена Пурис. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин